В Иркутске коммунальные службы второй день устраняют последствия мощного ветра, который обрушился на юг области накануне. По данным гидромедцентра, скорость ветра достигала 27 метров в секунду. Еще более мощные порывы наблюдались на Байкале до 38 метров в секунду. На Ольхонской переправе людей буквально сносило с ног. 12 человек спаслись от штормового ветра в палатке и не смогли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта. Их пришлось эвакуировать. Кроме того, спасатели МЧС помогали водителям, вытаскивая автомобили из снежных заносов. Из-за непогоды в аэропорту Иркутска задержались вылеты некоторых самолетов, а командиры двух бортов из Москвы приняли решение сесть в Братске. Во многих местах посрывало рекламные баннеры в целях профилактики. В 78 населенных пунктах отключили энергоснабжение. Без электричества остались 31 социальный объект и 7071 жилой дом. На территории Иркутской области проходил комплекс невероятных метеорологических явлений. Сопровождавшихся сильным ветром, метелью. В превентивных целях в ряде муниципальных образований было отключено электроснабжение. Благодаря грамотным, умелым действиям сотрудников Байкальского поисково-оспутательного отряда, Центра ГИМС, а также ДПС, удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и жертв на территории Иркутской области. На сегодняшний момент все аварийные отключения устранены. Опасности, угрозы для населения нет. Из-за непогоды были отменены праздничные мероприятия в честь Масленицы. При мощном шквалистом ветре устраивать сжигание чучела было бы небезопасно. Также были отменены концерты, ярмарки и массовые гуляния. По сообщениям синоптиков, до конца недели в регионе сохранится относительно спокойная погода без сильного ветра. Субтитры создавал DimaTorzok